Привет, народ! Верховный суд запретил парковку во дворах. Гостевую стоянку теперь можно использовать только по ее прямому назначению. То есть приехал, высадил гостя и уехал. Или приехал, забежал в гости на час-другой и тоже уехал. Причина в том, что это не разрешает санитарное законодательство, согласно которому гостевые стоянки во дворах допустимы, а другие нет. Противники машин, стоящих в дворах, получили замечательную поддержку в лице главного суда страны. И если ваши соседи, сделав пару фотографий, докажут, что вы постоянно паркуетесь у своего дома, то вас могут привлечь к административной ответственности за нарушение санитарных норм по статьям 6.3 и 6.4 КОАП. Сумма штрафа до 1000 рублей. Мелочь, конечно, но неприятно. А мы начинаем. Сухой лог приглашаю. Здесь творится что-то, не поддающееся логическому объяснению. Чиновники, похоже, перепутали городской бюджет со своим семейным. На суде архитектор сказал, что на данном участке зарыты ЛС и ТСУ. ЛС – это линии связи, а ТСУ он так и не мог ответить, что это такое. Что у него нет. Сейчас, на данный момент, нет у него учебника, он не может пояснить, что такое ТСУ. ТСУ – это топографическая съемка участка. Зарыто здесь. Сухоложские чиновники зарыли глубоко под землю не только топосъемку участка, но и права горожан. Вот как выглядит дом для инвалидов и ветеранов войн, построенный на основании решения городской думы. А это хозяин дома прямо во время съемок заявился. Вас же тогда поймали-то гаишники. Вы же депутат городской думы, да? Да, вы депутат, который попался за рулем. Я спал в машине вообще-то. Да? Ну, у ГАИ другое мнение. Съемка. Снимаем дом замечательный для ветеранов, инвалидов, которые построены в соответствии решению дома. А? Можно меня не снимать? Нет, нельзя. Мы снимаем место. Мы снимаем место на основании закона о СМИ. Если вы попадаете в кадр, то попадаете. Ну, что сделать? Специально мы вас не вырежем. Чтобы вас не снимать, просто вам выйти из кадра надо. И он вышел. Хотя поздно пить боржоми. Это тот самый депутат Важенников, что попался за рулем в нетрезвом виде и тем самым прославился на всю страну. В самой думе про решение построить дом для ветеранов и сирот уже давно забыли. Здравствуйте. Сейчас мы разбирали исполнение решения думы РД-404 о строительстве дома для сирот, ветеранов, инвалидов, участников боевых действий. По факту там построен торговый центр «Галактика». Во время съемки туда зашел ваш депутат Важенников, который объявился как хозяин этого торгового центра. Во-первых, насколько мне известно, этот участок был продан не Важенникову. Во-вторых, почему не проводится контроль исполнения решений городской думы о строительстве таких важных объектов? Почему эти земли продаются предпринимателям, которые строят там торговые центры и потом перепродают или другим, в основном, другого хозяйства? Когда, в каком году было принято данное решение, о котором вы говорите? А какая разница, в каком году оно было принято? Оно было принято. Почему не ведется контроль исполнения решений городской думы? Я не могу вам на вскидку сейчас сказать о том решении, когда я не был председателем думы городского опыта. Какая разница? Оно может не было принято при вас, может другой председатель был. Вы сейчас председатель, вы ведете контроль исполнения ранее принятых решений городской думы? Или все финансирование городской думы, это бестолку? Просто вы получаете... В каждом решении думы обозначены исполнители. В каждом решении. Если вы дадите время нам, мы посмотрим на это решение и дадим вам ответ, кто исполнитель, кто контролирует данное решение. Если мы вам писем, то мы пошлем, вы и ответите на его тогда, установленный закон срок 7 лет. Обязательно. Все хорошо. Сразу после эфир мы обязательно отправим запрос в Сухоложскую думу и установим, кто виноват в том, что городские власти вместо помощи ветеранам и инвалидам помогли депутату. А пока ситуацию попытался прокомментировать коллега Вожженникова, Владимир Коптяев. В Думу вышел с просьбой, с решением, проектом решения Суханов Санислав Константинович, который глава в то время был у нас, значит, чтобы простить путинцу 1 миллион 930 тысяч за должности, которые он должен был за аренду земли, вот этого земельного участка, где сейчас находится торговый центр, с целью для того, чтобы построить на этом земельном участке дом для ветеранов и детей-сирот. В принципе, предложение было нормальное. Ну, простим мы 1 миллион 900 земельный участок заберем. Тут вот у нас мы как бы сразу депутаты. А простим это за аренду, да? Да, за аренду. Он, долг у него был за аренду. Дело в том, что интересно, что получается. Сам земельный участок вот этот, он 3 тысячи где-то, с чем-то, 3 тысячи 700 где-то квадратных метров. А фактически он арендовал 2400. То есть 1700 где-то квадратных метров, это вообще земли, просто никто за это не платил. Хотя занималась вся эта, вот как она огорожена, они так и занимали эту площадь. Но почему-то они платили за часть только вот этого. Не знаю, кто от этого имел, я не могу сказать. Выставили на торг, ну мы согласились, и Дума приняла решение этот земельный участок предоставить именно так. Потом я смотрю, в 13-м году смотрю, началось строительство. Думаю, ну что, сначала подумал, что дом, а потом оказывается, что это подторговый центр. Естественно, я недоволен был. Народный избранник перед камерой пытался показаться ярым оппозиционером. Но вряд ли у него получится составить настоящую оппозицию чиновникам и их придворным депутатам. У него самого ведь есть скелет в шкафу. Эта автостоянка принадлежит типа оппозиционному депутату. Тут ходить, тут снимать. Такая реакция охраны, скорее всего, вызвана нарушениями земельного и градостроительного кодекса в пристроительстве стоянки. Земля под ней, вероятнее всего, не промышленного назначения. А 100-метровое расстояние до ближайших домов не выдержано. Кстати, народный избранник и сам признает, что расстояние от стоянки до ближайших жилых домов всего 25 метров. Там санитарная норма соблюдается? Да, да, конечно, обязательно. Соблюдается там 25 метров, как полагается. Глава города, кстати, учитель физкультуры и ОБЖ и профессиональные тамада либо валят все на своих предшественников, либо угрожают журналистам судом. Если, конечно, покажут не то, что он думал. Значит, я прошу вас, прямо на камеру, чтобы подача была документов и моего корректная и правильная. В противном случае, предупреждаю вас, уважаемые коллеги, если будет предоставлена некорректная моя фраза какая-то, ни в таком контексте, как это сделано, я оставляю за собой право обратиться за клевету на вашу телекомпанию. Я прошу вас, я надеюсь, вы адекватные, порядочные люди, я прошу вас это сделать хорошо. То, что я проговорил в контексте и в моей мысли. Мы, конечно, не знаем, о чем он думал во время записи интервью, и потому показали вам все как есть. Кстати, глава полиции города теперь уже с приставкой «экс» Юрий Басов не очень-то обращал внимание на коррупцию, за что и поплатился, причем не только должностью, но и свободой. Проверка нами проведена, все точки на дверь расставлены. Руководители сухоложского отдела уволены из органов внутренних дел, привлечены к ответственности. Но другие моменты, которые имели место быть, возможно имели место быть, но я думаю, что время тоже расставится на свои места, если будут иметь другие факты. Городские чиновники мухлюют с документами как только могут. Они меняют целевое назначение земли, перечерчивают геймплан города, как хотят, все в угоду себе любимым и своим друзьям. Вот два особнячка «Красавца». Участок для одного из этих домов обошелся владельцу в 6572 рубля. Даже по меркам сухого лога это смешная сумма. Но городской прокурор не дремлет, он просто вечно спит. Вот все комментарии при службе прокуратуры области. Эти дома стоят в водоохранной зоне реки Пышма. Строительство развернул депутат городской думы Николай Игнатьев. Правда, когда народному избраннику пришлось сделать выбор между защитой интересов горожан, избирателей и домиками, последние оказались Игнатьеву дороже. И с местом в городской думе пришлось распрощаться. Но домики-то остались. Совсем другое дело жилье для простых горожан. На этом месте Сергей хотел построить дом в спортзал. Современный, красивый и экологически чистый. Однако, когда он подал документы в городскую администрацию, выяснил, что здесь зона деловой застройки. То есть строить можно только административные здания. А вокруг стоят дома, в том числе и на продажу. Может ли зона деловой застройки быть только на одном отдельно взятом участке? Конечно же нет. Но в местном суде этого, увы, не доказать. Сухой Лог провожал нас пустыми глазницами расселенных домов, где местные риэлторы так намудрились с квартирами, что они обошлись бюджету в астрономическую сумму. Ну и ладно, бюджет же резиновый. Он все стерпит. Главное – это создать все условия для безбедного существования депутатов, чиновников и их друзей. Дураки и дороги – извечные проблемы России. В Брянской области первая проблема – обслуживать другую. Когда жители недовольны, происходят вот такие инциденты. Почему вы не хотите посмотреть на состояние дороги? Почему вы не хотите? Куда вы уезжаете? Куда вы на меня ездите? Э, э! Я сейчас тебя в рыло хлопну, поняла? Что? Иди отсюда. Нет, а куда вы едете? Иди отсюда. Или кто? Я не начальник вообще. Да? А кто вы? А кто вы? Вот так. Все снято. По информации Росстата, почти 15% россиян живут за чертой бедности. И ситуация не может выправиться уже 4 года. Это официальные данные. Давайте проанализируем. Количество граждан России, которые имеют доходы ниже прожиточного минимума, в последние годы стабильно росло. Если в 2013 году нищими в России считались 15,5 миллиона человек, то в 2014 году таковыми были признаны уже более 16 миллионов человек, что превышает население Москвы. В 2015 году количество нищих почти приблизилось к цифре 20 миллионов и затем стабилизировалось. Те же показатели наблюдались и в 2016 году. В 2017 году число нищих немного уменьшилось, хотя и незначительно. Всего на 200 тысяч. Сейчас за чертой бедности находится более 13% населения России. Помните, как мы рассказывали вам, как в городе Каменск-Уральске благодаря наличию телекамеры в зале суда судья побоялась приступить закон и отпустила задержанного по гоп-стопу молодого человека? Казалось бы, хэппи-энд уже близко, но не тут-то было. Банда силовиков бьется до последнего, ибо никому не гоже отказываться платить дань решалам полиции. Напомним, житель города Каменск-Уральский Денис Костарев неожиданно для себя стал фигурантом уголовного дела. Его фирма красила трубы на одном из заводов города. Машина так называемых потерпевших проехала слишком близко к месту работ, и на ней образовалось напыление из краски. Проблему можно было бы решить в обычной автомойке, и стоимость решения проблемы не более 300 рублей. Тем более, что машина старая «Лада Приора». Но владельцам авто этого оказалось мало, ведь они местные мажорики. Это Никита Сорокин вместе со своим другом Валерием Царегородцевым, который в свою очередь является родным братом местного адвоката, а по совместительству решала из силовиков Царевой. И по всему месту 300 рублей с рабочих потребовали 30 тысяч. Для начала. У работяг таких денег не оказалось, и потому мажорики в наглую изъяли у них покрасочный аппарат. Начальник участка Дмитрий Кириченко написал заявление в полицию. Однако виноватыми сделали руководители фирмы Дениса Костарева. Я ему объяснил, что на заводе у меня уже нет. Я направлялся в данный момент в сторону дома. Объяснил ему, что с директорами я пообщался. Он согласен встретиться, решить этот вопрос на следующий день на территории завода непосредственно. После чего я получил смс-сообщение с этого же номера. «Я у тебя аппарат покрасочный забираю до завтра, в 8.30 увидимся». Попросил не забирать аппарат, объяснив тем, что сроки у нас жесткие, работу нужно делать, люди должны работать. А что он мне ответил? «Будут деньги, отдадим аппарат». Отказ Костарева в данной ситуации заплатить потерпевшим 30 тысяч рублей тем людям, которые вхожи в эту систему правоохранительных органов, является вызовом фактически данным правоохранителям, поскольку негоже обычным гражданам делать то, что им не хотят разрешать определенные лица. И поэтому вот это все производство по данному уголовному делу направлено именно заставить Дениса Костарева и всех других действовать в каких-то рамках, которые установлены в этом городе для простых граждан. И потому вся мощь правоохранительной системы была пущена на то, чтобы любой ценой посадить мужчину. Сначала его пытались наглую закрыть, но помешали адвокаты и журналисты. Затем пытались по беспределу провести суд. Но и это тоже не получается. Хотя судья сопротивляется как может. Несмотря на то, что ни на следствии, ни на суде доказательств вины подсудимого не нашлось, а сами так называемые потерпевшие версию следствия опровергают, прокурор делает вид, что все нормально. Человека можно судить и дальше. Все основные ходатайства защиты тоже остаются без внимания суда. Я полагаю, что право со стороны защиты является необоснованным, другое творение не подлежит. Полагаю, что каких-либо существенных нарушений нормы данного процессуального законодательства при производстве осмотра места происшествия, протокол которого сторона защиты поиск признать недопустимым, доказательств недопущим не было. Я прощаюсь с вами. В студии работал Евгений Анисимов. Смотрите программу «Что произошло» на Крик ТВ по субботам, воскресеньям, понедельникам и четвергам. Краткую версию смотрите по субботам на канале «Реальная журналистика». Звоните нам в редакцию по телефону 8 343 262 79 37. Пишите письма, ищите в соцсетях, добавляйтесь в друзья, сообщайте новости. Увидимся через неделю.